Приветствую вас. Вообще, в какой-то степени, ваш вопрос немного странно звучит, потому что, ну, вы обращаетесь к психологам за помощью. Но почему-то вы не хотите решать вторичную, первичную, простите, проблему. А, предпочитаю мне с этого решать вторичную проблему, проблему компенсации того, что вы одиноки. Ну, собственно, вот то, что вам мой коллега, Кудрячев Игорь сказал. Я думаю, что это довольно деструктивный шаг, который свидетельствует о том, что вам ваше положение, ваше состояние чем-то выгодно, несмотря на то, что, ну, по вполне понятным причинам вам оно не нравится, но я тоже думаю, что чем-то оно вам выгодно. Я думаю, что нечто есть, что вы от него получаете, например, это ничего не делание, то есть это, по сути, пассивность определённая и, соответственно, отсутствие неудач каких-либо. Вот. Можно предположить, что в этом контексте, что вы нациз, вот, что вы, ну, не хотите что-либо делать, потому что боитесь неудачи, боитесь, что у вас что-то не получится, а вот, собственно, неудачи вы крайне болезненно воспринимаете, вот. Смотрите, значит, во-первых, болельщики у вас очень похожи на на психосоматику, то есть это вот последствия в действие ваших психологических проблем. Болельщики здесь могут восприниматься как способ себя защитить от какого-то негатива. Вот. болельщики это способ уберечь себя от негатива. Уберечь себя от допустим неудачи с женщинами в том числе. Болельщики призваны для того, чтобы вы ничего не добились, чтобы вы ничего не пробовали. неудачи эдакая получается теория заговора в рамках одного человека то есть вас. Собственно нам хорошего мало, но все это корректируется. Дальше. Тот факт, что женщинам вам никогда не везло. Вызывают вопросы, потому что извините. Что значит не везло с женщинами? Женщины не могут везти вас, либо получается демонстрировать определенную гендерную и личностную позицию, чтобы на нее была соответствующая реакция, либо нет. Вот. это очень важно. Так что везение здесь это в какой-то степени отказ от ответственности. Собственной ответственности. Вы отказываетесь от своей ответственности за вот значит действия. Свои действия. Кстати, к сожалению. И это, ну, на мой взгляд, довольно серьезная проблема. вот. Далее. Одиночество. Глобально. Одиночество это непринятие себя, это некомфортно, это не комфортно, это дискомфортно. от самого себя. То есть вам наедине, ну, вот вам наедине с собой некомфортно. Ну, грубо говоря. Вот. И важно понять из-за чего то вы себя обесцениваете. Да? Вот. Как и за ну, за счет чего вы себя обесцениваете. Вот. Это как и за крайне важно чтобы вы для себя этот момент уловили. Следующее. последнее. 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 я хочу вам сказать значит по поводу того чтобы в чем-то себя найти. Да? необходимо поработать со смыслом. Поэтому необходимо поработать со смыслом. найти то, что вам нравится. Найти то, что вам нравится. Найти то, что вам интересно. эмоциональный отклик и так далее. Вот в таком ключе я думаю и можно вам двигаться. На этом все. Я надеюсь что помог вам желаю всего самого доброго и удачи.